Эти встречи стали традиционными и собирают немало людей, которые интересуются жизнью города, его проблемами. 1 октября в День пожилых людей в Пинском грисполкоме состоялась встреча активистов ветеранских организаций, предприятий и учреждений с руководством города. День пожилых людей в нашей стране отмечается 1 октября и проходит под знаком внимания и уважения к самым заслуженным людям. Тем, кто честно и добросовестно трудился и сегодня на заслуженном отдыхе. На ежегодной встрече от имени городского руководства собравшихся поприветствовала заместитель председателя Пинского горисполкома Марина Ковалевская. Именно вы, наши родители, наставники и учителя создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Уважаемые пинчане почтенного возраста, мы нынешнее поколение пинчан высоко ценим ваш опыт и мудрость, которые необходимы для того, чтобы сделать наш город еще более уютным и еще более комфортным для жизни. Спасибо вам за ваш труд, за искреннюю любовь к Пинску. Марина Владимировна рассказала о социально-экономическом развитии города, о том, что сделано в последние годы и о дальнейших перспективах. Пинск – один из самых благополучных городов республики по уровню демографии. Растет и продолжительность жизни населения. И очень важно всем нам и представителям молодого поколения и пожилым сделать все возможное для улучшения ее качества. Заместитель председателя выполнила почетную миссию и вручила грамоты от имени горисполкома. Наградить почетной грамотой Пинского городского исполнительного комитета Анну Степанову Ярмановичу, члена Пинской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов, за многолетнюю плодоборную работу, личный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи, а также следить с днем пожилых людей. Грамота городского совета депутатов вручена Иоанне Ивановне Цисковской, председателю первичной организации учреждений здравоохранения Пинска. Сегодня в городе четвертая часть 138-тысячного населения Пинска составляют пенсионеры, без малого 35 тысяч человек. О том, какую поддержку они получают, рассказал начальник управления по труду, занятости и социальной защите Сергей Кацко. Он отметил, что созданная государственная система социальной защиты пожилых людей в городе работает стабильно и включает предоставление различных льгот и гарантий, а также повышение пенсии, социальное обслуживание и помощь на дому. На встречу были приглашены руководители ключевых структур, которым каждый из присутствовавших мог задать вопрос и получить на него компетентный ответ. В большей мере они касались темы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания. В завершении были подведены итоги смотра конкурса на лучшую постановку работы в первичных организациях города. И вновь на сцену поднималась Анна Ермальчук, председатель первички Кузлевмаша, занявшая первое место. Не обошли вниманием и активную позицию других первичек, занявших призовые места, наградив их почетными грамотами. Подводя итог встречи, заместитель председателя горисполкома Марина Ковалевская заверила ветеранов, что они являются золотым фондом, которым гордится город, что заслуженные люди всегда будут находиться на особом почетном месте, а их нужды и чаяния будут по-прежнему в центре внимания.